Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Только что я рассказала, что я буду делать в сентябре. И одним из первых таких самых важных занятий, это, конечно, подготовка грунта и посев седиратов. Вот в этом году я посеяла разные седираты. Там горчицу, здесь какую-то новую на букву Ф. И вот сейчас посмотрела, какое красивое поле. По этому полю любят ходить кошки, просится побегать. Мэри тоже любит бегать. Мы Мэри не разрешаем бегать, пока не вырастет до такой высоты. Когда вырастет большой, я тогда Мэри запущу, тогда она может там кувыркаться, потому что я буду делать перекопку. И про подготовку грунта очень подробно я вам сейчас расскажу. Вернее, даже не расскажу. Подготовка грунта идет же в несколько этапов. И не все могут меня ждать, когда я подожду, когда у меня вырастут седираты. Я их перекопаю и начну делать удобрения, туда вносить. Но так как у меня есть уже наработанный весь этот опыт, и видео прошлогодние, и позапрошлогодние, я сейчас из архива соберу все эти видео, ссылки. Вы посмотрите сначала видео предыдущих лет, а потом уже будем смотреть нынешние, потому что сейчас я только что сделала небольшую часть Мэри. Иду, когда вырастут седираты, чтобы перекопать, чтобы положить туда где-то суперфосфат. Буду раскидывать куриный помет. Все это будет не скоро, а вы пока увидите, как я делала в прошлом году. Надюша почему-то не разрешает Мэри заходить в огород, не разрешает ей бегать по седиратам, очень следит за этим, контролирует. Тут нам немножко животные сумбур внесли в нашу работу. Ну, смотрите, действительно, если у вас, например, у кого-то из вас в этом году не запланирован посев седиратов, то можно и не ждать, если вы убрали, например, все, можно приступать к подготовке грунта. Вот я сегодня сняла видео посев седиратов, самый простой способ восстановления почвы, но не все это делают, я тоже не всегда делала. Иногда просто так поздно начинаешь уборку вот этих всех растительных остатков и подготовку грунта, что понимаешь, седираты вырасти уже не успеют, нет смысла их сеять. И поэтому вот я сейчас в описании к этому видео все вот эти вот видео, предыдущие ссылки выложу, и вы посмотрите, у меня здесь, смотрите, есть видео осенняя подготовка теплицы под томаты. Какие удобрения я добавляю? Я здесь рассказываю, как я именно теплицу готовлю. Есть рассказ, вот как готовлю грядку под томаты просто на улицу. Потом есть просто вот такие, как бы, ну просто видео, где я рассказываю, почему какие-то нельзя осенью вносить удобрения. Какие-то наоборот специалисты рекламируют вносить обязательно осенью, потому что они пролонгированного действия, потому что при внесении весной мало от них толку. Потом осенняя подготовка грунта, осенняя подготовка грунта в теплице, какие нельзя вносить вместе. Уже было это. Но я сейчас половину уберу. И вот все эти видео, ой, ссылки будут в описании к видео. Открывайте ту тему, которую вам нужно, потому что у меня, вот, например, в открытом грунте сидираты еще долго будут расти, и не скоро я буду там удобрять. Я выдерживаю определенный период, потому что я делала в этом году обогащение кальцием. Я не хочу, чтобы кальций с фосфором встретились. И через очень длительный период я буду перекапывать и добавлять фосфор. Вы за это время можете свою грядку, например, или свой огород вообще полностью подготовить. Все. Смотрите видео прошлогоднее. Когда я буду свои процедуры дальше продолжать делать, я, конечно, сниму, но я сразу говорю, что будет это еще не скоро.